Это сердце словно бьется в руках, показывая свой розово-желтый бочок. Мясистые сочные томаты идеальны для салатов и соков, а для засолки в банки подойдут помидоры удлиненной формы. В народе сливки – официально бананы, красный и желтый. А еще агроном Валерий Огнев советует попробовать самый необычный сорт – шоколадный фонтан. Плоды красно-зеленой краски сладкие, с нежным фруктовым вкусом. У него внутри еще один витамин добавил. То есть в томатах традиционных их нет. Это направление называется кумата, значит, с поэктивными веществами. Поэктивные вещества – антоцианы. Это дополнительно томат стал как перец с поливитаминным концентрацией. Помидор, перец и баклажан – ведущий культуры селекционно-семеноводческого центра Ростовский. 12 лет тепличный комбинат в Красюковской Слободе создает для региона овощные бахчевые новинки. 6 сортов и 12 гибридов томата, 14 сортов и 8 гибридов перца, 8 сортов и 1 гибрид баклажана. По сорту – свеклы, редисы и огурца. Все они адаптированы к нашему климату, а значит, высокоурожайные, соль выносливые, устойчивые к жаре и болезням. Сейчас наши образцы все больше популярностью пользуются, потому что они создаются в регионе для региона. И в этом отношении они обладают теми качествами, которые присущи именно нашим сортам. Во-первых, пищевые достоинства, вкусовые качества, чего иностранные гибриды, как правило, лишены. От тепличной экспозиции к дегустации на столах. Лучшие овощные культуры как повод гордиться урожаем отечественных селекционных центров. Несколько площадок в Октябрьском, Багаевском и Семикаракурском районах занимаются овощеводством. Элитные репродуктивные семена в нашем регионе производят четыре федеральных научно-исследовательских центра. Их пакетированный продукт давно в продаже, как прямой конкурент зарубежным аналогам. Нам нужны высококлассные семена. И мы видим на примере центра Ростовского, это агрофирма «Поиск», что та продукция, семена, которые они культивируют, она очень высокого класса. Мы сейчас провели дегустацию. Я хочу сказать, что действительно эта продукция будет пользоваться и по вкусовым качествам, и по внешнему виду. Она очень красивая, конечно, будет пользоваться спросом у жителей Ростовской области. Научная работа ведется и по созданию новых сортов озимых и яровых зерновых, зернобобовых и маслячных культур. Вопросы селекции семеноводства обсуждались на выездном совещании. Область полностью обеспечивает себя зерновыми и зернобобовыми, хватает регионы семян подсолнечника и кукурузы. Правда, по словам агрономов, отечественные разработки пока менее продуктивны, так что задача семеноводов – вывести именно высокоурожайные гибриды. Юлия Сурикова, Юрий Лешко, Первый, Ростовский.